Высота метр, расстояние между рядами полтора. Эти дубы двухлетки пусть и выглядят оранжерейно, но потенциально это самая настоящая дубовая роща. Место выбрали не случайно. На этой, можно сказать, подшефной территории уже стоят подарки от нефтезавода. ФАП, игровая и спортивная площадки. Отремонтированы школа и дом культуры. Теперь будет еще один. Разбили такую рощу и спортивные площадки. Тут у нас еще будет многофункциональная площадка спортивная. Так что все хорошо. Большая благодарность генеральному директору Сергею Юрьевичу Михайлову, который обратил внимание и помощь нам оказывает. Ну и соответственно нефтезаводу. Дай бог бы у других глав сельских поселений тоже были бы такие спонсоры. Когда-то здесь были ели, но дубы, говорят, приживаются намного лучше. Больше сотни саженцев нефтяники высадили в режиме коллективного субботника. Аккуратно из горшка, в лунку и обязательный полив. Пока что эти малыши требуют ухода и внимания. У нас с поселком Турлатова история богатая, насыщенная всякими событиями. Мы тут частенько проводим наши мероприятия по поддержанию и детских площадок, и территории в основном. И поэтому решили не отступать от этого действия уже исторически сложившегося. Под шефную территорию в Турлатово нефтяники сегодня не только озеленили, но и кое-где подкрасили. Впрочем, только лишь этим селом программа благоустройства не ограничивается. Впереди озеленение в Центральном парке культуры и отдыха, в Комсомольском парке на новаторов, на Бульваре Победы и в Дашковой песочне. Общая цифра высаженных деревьев от нефтяников в Рязани перевалит за 500. Максим Васильев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».